Мы пришли сюда, в щатру редку, в это место разврата, чтобы людей познакомить с Иисусом Христом, который умер за грехи людей и на третий день воскрес, будучи распятым. И кто молится ему, должны принять святое крещение, ходят в храм Божий. Вот с этой целью мы здесь находимся. Еще-то опять уползла картинка, только до ноздрей видать, побольше маленько. Я же сижу спокойно. Ты не преступник, тебе прятаться не надо, у тебя красивое лицо. Что прятаться-то, ничего. Что Бог дал, то я и наведу. Если у тебя будут вопросы какие, ты можешь зайти по скайпу «Игнатий Лапкин». Это город Барнаул, я живу. А если можешь смотреть, у нас есть в Ютубе канал, называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Самый большой в мире. Запишите себе «Игнатий Лапкин во свете Библии». А это теплая реклама, да? Да. Это там у меня 18 800 роликов наших. Ё-моё. Это нигде нет такого. Потому что мы ежедневно работаем здесь. Людям возвещаем истину. Я преподавал в разных школах, 13 школ, 5 университетов. И мне много задавали вопросов. Я отвечал, и вопросы тут отвечены все будут. Вам интересно будет? Там богатейший материал. Вот вчера мы делали горку для детей. И уже выставили горку из снега. У нас снегу много нынче. Два метра. Вы выше двух метров. Так руку стою поднял и доверху только достаю. Как звать-то тебя? Макс. Марк? Да. О, Марк. Подожди-ка. Я не думал, что Марк мне встретится. Сейчас я гляну, как переводится слово по-русски. Это не случайно, чтобы ты отвечал этому слову. Так. Марк означает сухой, увядающий. Это интересно. Запомни, сухой. Вот сухой и все. Почему сухой, неизвестно. Это перевод на русский язык. Сухой может быть, а то, что где-то все другие промокли, а ты под зонтиком был. Или пьют, а ты не пьешь, ты сухой. Тоже можно подумать, хорошее дело. Марк был евангелист. Второе Евангелие от Марка написано в Библии. Не, не Марк. Марк. Не Марк, Марк. Он как, Максим, что ли? А? Макс, это Максим, что ли? Я не пойму, как. Ну, Максим, это означает, по верхней шкале должен все делать. То есть, по максимуму брать. Я думал, Марк, я не слышу. Да, Макс. Макс, ну это сокращенно. А, Максим, это вот такое, значит, значение. Ты так все делай хорошо, чтобы лучше тебя никто не мог сделать. Ты дружбу настоящую держи. А, Макс, это означает Макс? Ну, Макс, это максимум. По максимуму, то есть, по высшей планке. Да. Каждое имя имеет перевод. Вот, допустим, мы говорим Зоя. А Зоя означает Ева по-еврейски. А Ева означает жизнь. Жизнь. От нее она первая женщина была сотворенная Богом. Мы все из Библии узнаем. Святая Библия. Главная книга в мире. Вот, допустим, Нина. Нина, имя. А она означает мечтательница, сонная. Интересно? А вот я, Игнатий, это означает неизвестный, неведомый. А с латинского – огненный. Ну, что, Макс, если вопросов у тебя нет, то расставаться будем. Да. Так, заходи на наш YouTube-канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сможешь? «Во свете Библии» запиши себе, чтобы не забыть. А по скайпу ты на меня можешь выйти, сразу найдешь. И там поговорим, я ресурсы скину. Наши ресурсы заменят все, что в интернете есть. С Богом. Давай. Христос зовет к покаянию. Он омыл нас кровью своей незримо. И поэтому со Христом другая жизнь. Вот мы строим отдельно православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. И вы можете зайти на наш YouTube-канал, есть, и там все это увидеть. Он называется... Простите, извините, это реклама? Да не реклама, это жизнь. Мы пришли в место, которое находится здесь, садом, блудят. Я в пятый месяц здесь. Мне не надо рекламы. Мне реклама дана всемирная, без меня. Государственные фильмы стоят, занявшие первое место. Я пришел сюда, чтобы людям рассказать о Христе. Жить для Бога. А вы верите в потусторонний мир? Только так. А если другого в жизни нет, тогда хватай, пей, как Маяковский писал. Твори, выдумывай, пробуй. А как вы относитесь к тому, что здесь сидят нехорошие люди? Ну, это естественно так. Это дети Адама, не рожденные свыше. Адам с Евой согрешили. Этот грех нам не понять никогда, какая величина его. За это время умерло уже больше ста миллиардов людей. А есть на земле еще и дьявол ходит. Есть такой фильм сейчас, называется «Интерью с дьяволом». 12 минут. В лесу. Можете зарядить. И так называется. И он прямо там обо всем этом говорит. Как людей соблазняет, как наставляет, как в ад тянет. Он ничего не скрывает. Мы православные христиане. Ужас-то какой. Да, после смерти написано так. Евангелие от Яна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына Божия Христа иметь жизнь вечную». Не верующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В 25 главе Евангелия от Матфея говорится. Господь говорит, увидели бедного, накормили, напоили, меня накормили. Там помогли мне. И пойдут, говорит, грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Одни в рай, другие в ад вместе с сатаной. Мне тоже страшно стало. А как вы считаете, что надо сделать человеку, чтобы попасть в рай? Веровать во Христа больше ничего пока не надо. Сказать, я верю, Господи, Ты умер за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня Ты искупил. То есть, где Ты есть там? Склонись и скажи, Господи, я принимаю Тебя, займи мое сердце. И теперь считай Святую Библию, Евангелие, и живи по нему, сходи в церковь, исповедуйся перед священником. Ему дана власть тебя разрешить от грехов. У вас будет другая жизнь совсем. Вы все это будете видеть и понимать. Бог очистит. Написано, надо... А какие главные две ступени для человека? Первое. Родиться свыше. Рождение Духа Святого получить. И жить в Духе Святом. Как Серафим Саровский говорил, стяжание Духа Святого. В этом все. Первое. Отвергнись с себя, возьми крест и следуй за мной. Три ступеньки. Я вот обратился по Евангелию. С детства я верил, что Бог есть. Мать говорила, нельзя танцевать, нельзя пионерно вступать, там с женщинами дело иметь, пока не женишься. Меня Бог сохранил. Поэтому мне 81 год, а я как будто 18 лет мне. И проповедую. И все время начальник детского лагеря, я сам основал Радгет, 48 лет. Я знаю детей. Одновременно вел занятия в пяти университетах, в 13 школах. Мне известен этот контингент. Много пришлось пострадать за Слово Божие. Я насчитал 50 книг аудио. Вот если зайдете, наш, у меня YouTube канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ему равных нету. Это огромный-огромный материал. 18 800 роликов наших. Мы все снимаем. Какая поездка была по всему миру. У меня 38 томов вышло книг. Я их решил подарить библиотеке мира. Я живу в Барнауле. А дошли до Владивостока. Потом до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Турция, Север. 650 городов. И сделали подарок библиотекам на 35 миллионов рублей. Это Бог делает. Так, если в скайпе зайдете, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Скайп. Хорошо. И в YouTube канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Как звать-то вас? Хорошо. До свидания. До свидания. Как звать-то не сказала? Ксюша. Ксения, да? Да. Это надо... Так, одну минутку. Так, подожди, я сейчас посмотрю. Это Ксения как? То ли Аксинья или как? Что она означает по-русски? Подожди-ка, голубушка моя. Это календарь церковный. Тут все имена даются. Так, перевод. Так, сейчас посмотрю. Аксинья. Аксинья. И не забудет он меня выпекнуть. Так. До любви, тот до любви. Так, минуточку. Аксинья, ты нашли, сволочь такая у нас же нам. А знаете, Ксения. Сейчас посмотрю. Это на другую букву надо посмотреть. Ксения. А вы каждый детку молитву знаете? Так, скажите, чтобы помолчали сейчас, не мешали мне. Ксения переводится странница с греческого или иностранка. А называют странница. Ну, с места на место переходит. Вот мы встретились здесь. Ксения, береги себя. Я могу дать простые наказы. Никому в дом не заходи зря. Потому что всякие безобразия творят. Мы так заботимся о молодежи. Ну, я 48 лет с молодежью. В 5 университетах вел занятия. Мне все это известно. Береги себя. Береги. Ты сама себе не принадлежишь. Если ты себя бережешь, у тебя другая будет жизнь семейная. Тебя никто не упрекнет. Вот у нас девушки, мы, показано, они как одеты два платка, как хиджап. До полуплатья. Никакой косметики нет. Вот я вас не вижу. Это замечательно. Вот говорят, губы красит. А зачем? Иоанн Златоуст говорит, 4 век. Говорит, если красоты Бог не дал, на полтинник не купишь. А Ефрем Серин говорит, женщина красит губы для того, чтобы завлечь чужого самса. Вот это да. А тебе Бог дал все, и глаза, и сердце доброе. Береги себя. Если надо будет встречу, это называется скайп. Игнатий Лапкин. Это я. У вас там котик. Как? Сзади кот. Сзади. Да у меня тут получилось так, что, когда кошка окатилась, жена говорит, кто-то просил в городе. Мы деревню же строим православную там. И оставила двоих. А никто тут не взял. Они у меня везде тут лазят сейчас здесь. Они очень красивые, интересные такие. А тут приехал, когда в город-то. А вон она, видно, ползет поверху там. А здесь пять, кажется, кошек такие. Зима, снег ударил, и они погибают. Мне пришлось и их взять. Я сейчас десять кошек кормлю для весны. У меня две голубятни есть. Радость такая. Эти голуби еще вчера. Двадцать шесть голубей кормлю диких. И около ста воробьев. Каждый день ему в столовую. А проверьте, пожалуйста, имя Милена. Эмилия? Милена. Елена? Елена это факел. Милена. Я не понял. Елена, нет? Нет. Сейчас напишу. Сейчас. Ну-ка, давайте. Она не работает. Ну, попробуйте. Сейчас напишу. Вы только запишите, Игнатий Лапкин, мою фамилию. Вы сразу меня найдете. Хорошо. Ну-ка, давайте. Лена, а что ж такое-то? Кто-то? Милена. Милена. Я не знаю. Это может быть... Так. Мавра. Так, минуточку. Это мы сейчас быстро узнаем. Милане. Милица есть. Вот, милица. Милитина, может быть, есть. Называется медовая. Милена. Ну, Милена, я не знаю. Может быть, милая людям. Может, это славянское имя. Но его нету здесь. Вот, смотрите. Это же я беру календарь. Календарь. Если вас церкви крестили под именем Милена, то не могли они так крестить. Нет, мы крестили под именем Елена. Ну, вот я вам сказал. Милитина, если так будет, то медовая. А Елена? Елена – факел. Нет, факел. Факел горит. Яркий факел. Вот, бывают такие имена, которые люди даже не знают. В календарь посмотрел – все известно. Вот, Игнатия – это означает неизвестный, неведомый. А с латинского – огненный. У меня все сходится. Вот, я Тихонович, а Тихон означает приносящий счастье. Видите, как люди, которые там называли, это понятно. Светлана – светлая. Бывает, девочка родилась с черными волосами, называют Светлана. Какая Светлана? А как-то так. А если она черная, ее нужно было назвать чернявая. А это означает Миланья. Миланья. Чернявая. Ну вот, с Богом. Храни вас Господь. Берегите себя, дорогие. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...